Здравствуйте, дорогие первоклассники! Рада вас приветствовать на нашем уроке. Перейдем к определению нашей темы. Взгляните, пожалуйста, на экран и назовите предметы, которые вы увидите. Первый предмет это, верно, юла. Второй предмет юбка. И третий, наверное, вы затрудняетесь его назвать, это юнга. Ребята, юнга это молодой матрос, который служит на корабле. Как вы думаете, как связаны все эти три слова? Давайте еще раз назовем юбка, юла, юнга. Наверное, вы догадались, что все эти слова начинаются с буквы ю. С этой буквой мы познакомимся сегодня на нашем уроке. А что это за буква? Мы узнаем, составив схему к слову юла. Итак, произнесем первый звук ю. Что мы слышим, ребята? Мы слышим два звука. Мягкий звук согласный й и после него ю, звук у. То есть первое у нас согласный й, и второй у нас гласный звук у. Это наш первый слог. Второй слог ла. Мы слышим звук ла. Мы слышим звук л и за ним гласный а. Звук л твердый, поэтому мы обозначаем его синим квадратиком и красным кружком звук а. В слове юла ударение падает на звук а. Юла. А теперь посмотрим написание этого слова. Что же мы заметили? Что с буквой ю в этом слове обозначает два звука. То есть звуки ю на письме обозначается одной буквой ю. Мы с вами уже знакомились с такими буквами. Это очень хитрые буквы, и с ними нам нужно быть внимательными. То есть бывают случаи, когда буквы е, йо, ю, я обозначают два звука. А теперь посмотрим, во всех ли словах эта буква будет обозначать два звука. Для этого составим схему к слову утюг. Что мы слышим в первом слоге? У-тюг. В первом слоге мы слышим гласный звук у. У-тюг. Дальше мы слышим следующий слог. Тю. Мы слышим мягкий согласный звук т. А после мы слышим звук у. У-тюг. На конце мы слышим звук к. У-тюг. Но на письме мы запишем букву г. В слове утюг ударение падает на второй гласный утюг. И какой же вывод мы можем сделать? Что если буковка ю становится за согласным, она обозначает один звук. Кроме того, она еще придает мягкость этому согласному звуку. Поэтому звук т мы обозначили зеленым цветом. Значит, можно сделать вывод, что в словах юла, юбка и юнга, буква ю обозначает два звука. Звук ю, у. А теперь обратимся к нашей ленте букв. Посмотрите, ребята, буква ю стоит под звуком у. Стоит она во втором ряду, то есть среди тех гласных, которые придают мягкость согласным звукам. Как вы видите, мы уже знакомы со всеми гласными буквами. Итак, в слове юла мы знаем, что буква ю обозначает два звука. И в слове юнга буква ю обозначает два звука. А в каких случаях буква ю может еще обозначать два звука? Мы узнаем это, составив схему к слову моют. Давайте поработаем вместе. Мо, первый согласный твердый, м, за ним гласный звук о. Это наш первый слог. Дальше произнесем второй слог. Ют. Мы слышим опять звук е, за ним гласный звук о. И на конце мы слышим звук т. Мо, ют. В этом слове у нас два слога. Ударение падает на первый гласный звук о. Мо. Посмотрите, ребята, при написании буква ю стоит рядом с гласным о. Значит, можно сделать вывод, что буква ю, так же как и буква е, ё, я, после гласных тоже дает нам два звука. Давайте вспомним все эти гласные, хитрые гласные, которые обозначают два звука и пытаются нас запутать. Это буква е, которая дает звук е, на эту буковку у нас енот. Это буква ё, обозначает два звука. Е, о, ёлка. Я, звуки е, а, ящерица. И ю, звуки е, у, юла. А теперь открывайте, пожалуйста, ваши учебники, и мы поработаем на страничке 72. Здесь тоже вы видите изображение юлы, а внизу слоги. Давайте почитаем слоги. Лю, рю, тю, дю. Как вы видите, все слоги прозвучали мягко, то есть согласные в этих слогах прозвучали мягко. С ними образованы слова люстра, рюкзак, утюг и индюг. Дальше, ребята, у нас данные слова. С некоторыми словами вы еще не знакомы. Давайте прочитаем эти слова вместе. Юг – это сторона горизонта. Юла – с этим предметом вы уже знакомы. Юрта. Юрта, ребята, это вот такое сооружение, которое используют как жилище. Юнга – с ним вы уже познакомились. Это молодой матрос. Брюки, юбка, юный, люстра – эти слова вам знакомы. Утюг, индюг, клюква и люди. Вот слово «клюква» может вызвать у вас сомнения. Давайте узнаем, что же такое клюква. Как раз про это у нас сегодня и текст, который мы сейчас прочитаем. Клюква. Клюква – полезная ягода. В ней содержится много витаминов. Ягоды клюквы употребляют при простуде. Вот так, ребята, выглядят ягоды клюквы. А сейчас внизу посмотрим, какие ягоды или фрукты любят дети. Юсуп любит вишню. Юнис любит изюм. Юсиф любит клюкву. Как раз то, о чем мы сейчас говорили. А вы? А вы, ребята, какие фрукты или ягоды любите вы? Подумайте и сообщите своим друзьям. А мы ответим сейчас на вопросы. Эти вопросы необычные. Нам нужно будет выбрать один из вариантов ответа. У нас три варианта ответа. А вопрос звучит так. Кто любит клюкву? Мы только что об этом прочитали в тексте. Юсуп, Юнис или Юсиф? Я знаю, вы догадались, это был Юсиф. То есть правильный вариант ответа у нас размещен под буквой В. И второй вопрос. Он тоже вопрос с тремя вариантами ответа. В каком слове буква Ю обозначает один звук? Об этом мы тоже с вами говорили на уроке. У нас были слова Юнга, утюг и моют. На уроке мы выяснили, ребята, что слова Юнга моют необычные. В них буква Ю обозначает два звука. То есть когда стоит в начале слова и когда стоит после гласных. А значит, правильным ответом является ответ, размещенный рядом с буковкой В. То есть это утюг. В этом слове буква Ю обозначает один звук. Вы молодцы. Я надеюсь, что вы работаете вместе со мной и все у вас получается. А теперь пойдем дальше. Приготовьте, пожалуйста, ручки, тетради, карандаши. И мы поработаем над написанием заглавной строчной буквы Ю. Итак, работаем вместе со мной. Учимся писать и заглавную, и строчную букву Ю. Она начинается так же, как буква К, как буква Н. Только к палочке добавляется большой овал. Строчная буква еще легче. Палочка. Соединение. И овал. Думаю, вы справитесь с написанием этой буквы. А теперь пропишем наши буквы, слоги, слова и предложения. Запишем букву Ю на первой строке. И продолжим так до конца строки. Дальше запишем слоги. Лю, 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 мю, фю и так далее. А теперь запишем два слова. Люк и лук. Эти слова очень похожи друг на друга. Они различаются одной буквой Ю и буквой У. Но если мы составим схему, то мы в обоих словах услышим звук У. Так как буква Ю стоит после согласной. Только в первом слове первый звук Л будет мягкий, а во втором слове звук Л будет твердым. Далее я предлагаю вам записать предложение. На корабле работают юные матросы. Юные матросы это юнги. Я думаю, вы самостоятельно сможете уже справиться с этим заданием и записать предложение. А мы перейдем к выполнению следующего задания. Какие два звука могут обозначать эти буквы? Давайте вспомним. Буква Е обозначает звуки Е. Не забудьте добавить маленькую запятую над этим звуком, так как он показывает его мягкость. Звуки Й, Э. Не забудьте запятую, она показывает мягкость этого согласного звука. Буква Й дает звуки Й, О. Буква Я дает звуки Й, А. И буква Й дает звуки Й, У. Здесь вы можете, ребята, записать слова, которые начинаются с этих букв. Я думаю, у вас их много в багаже. Запишем заглавную букву Й и несколько слов, которые начинаются с этой буквы. Еще раз вспомним написание буквы Й. Она начинается как буковки Н и К. Добавляем овал. Продолжаем так до конца строки. На следующей строке записываем имя мальчика Юсиф. Мы о нем читали сегодня в рассказе. Далее имя мальчика Юра. И имя девочки Юля. И на следующей строке мы запишем слово Юпитер. Юпитер – это одна из планет Солнечной системы. Ее называют планета-гигант. Запишем. Юпитер. Надеюсь, вы справились с этим заданием. А то, что не докончили, закончите после урока. Наш урок, ребята, подошел к концу. Давайте сделаем небольшой вывод. Итак, сегодня на уроке мы познакомились с буквой Ю. Это необычная буква. Таких букв у нас четыре. Е, Ё, Ю, Я. Эти буквы, когда стоят в начале, слово после гласных обозначает два звука. Если же они становятся после согласных, то они обозначают один звук и придают мягкость этим согласным звукам. Надеюсь, вы усвоили сегодняшний материал. А в конце урока хочу вам напомнить, что у нас в стране с каждым днем растет количество зараженных коронавирусом. Для этого нужно как можно лучше оберегаться от вируса и соблюдать правила гигиены. Обязательно мыть руки, обрабатывать их спиртом. Поменьше бывать в общественных местах. А если бываете, обязательно соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! До скорых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас вновь видеть. Тема нашего сегодняшнего урока – десятки и единицы. Бабушка решила разложить яйца из корзины в коробки. Сколько яиц она положит в каждую коробку? Давайте внимательно посмотрим на коробку. Что она вам напоминает? Верно, десятичную рамочку. А как мы с вами знаем, десятичная рамка состоит из десяти клеток. Также наши коробочки вмещают десять яичек. Каждая коробка вмещает десять яиц. А значит, сколько яиц она положит в каждую коробку? Правильно, в каждую коробку бабушка положит по десять яиц. Давайте посмотрим на наши ключевые слова. Наши сегодняшние ключевые слова – это единицы и десятки. Посмотрим, ребятки, внимательно. У меня в руках карандаши. В левой руке у меня один карандаш. Это единицы. Теперь у меня в левой руке два карандаша. Это тоже единицы. Три карандаша – это тоже единицы. Теперь посмотрим в правой руке, сколько у меня карандашей. Два, четыре, шесть, восемь, десять. В правой руке у меня десять карандашей. И если я их объединю вот так вот пучок, я могу сказать, что у меня десяток карандашей. То есть десять карандашей составляют один десяток. Давайте посмотрим на экран. Десять единиц составляет один десяток. Десять палочек объединили, связали в пучок. Получился один десяток. Один десяток и четыре отдельные палочки – это четыре единицы. Если мы это представим в разрядной таблице, это можно записать следующим образом. Ребятки, разрядная таблица – это таблица, в которой мы отдельно указываем место десятков и место единиц. В числе четырнадцать – один десяток и четыре единички. Один десяток и четыре единички составляют число четырнадцать. Значит, число четырнадцать, как мы уже отметили, состоит из одного десятка и четырех единиц. Ребятки, еще запомните, что единицы всегда располагаются с самого конца. Теперь давайте посмотрим, что нам предлагает умный цыпленок. Цыпленок говорит «Подумай, сколько десятков и единиц в числе двадцать». Мы с вами отметили, что единицы в числе располагаются с конца. В числе двадцать, как мы с вами видим, ноль единиц и два десятка. Установите соответствие. В образце мы с вами видим десятичную рамочку. Первая заполнена до конца. Во второй рамочке закрашена только одна клеточка. А значит, всего сколько кружочков? Верно, одиннадцать. Значит, число одиннадцать состоит из одного десятка и одной единицы. Рассмотрим пункт А. В пункте А мы видим, первая десятичная рамочка полностью заполнена. Вторая рамочка заполнена на сколько кружочков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Десять и восемь, всего восемнадцать. Находим число восемнадцать. В числе восемнадцать один десяток и восемь единиц. Соединяем. В пункте Б мы видим десять кружочков. И раз, два, три, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Соединяем с числом тринадцать. В числе тринадцать один десяток и три единицы. Определите число, соответствующее количеству палочек. В пункте А мы с вами видим один десяток и три единицы. единицы. Один десяток и три единицы. Это число 13. В пункте B один десяток. И сколько единиц? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один десяток и 7 единиц составляют число 17. В пункте B один десяток и 1, 2, 3, 4, 5. 5 единиц. 1 десяток и 5 единиц составляют число 15. Напишите число десятков и единиц в данных числах. Первое число 17. Число 17, ребятки, состоит из одного десятка и 7 единиц. Следующее число 11. 11 состоит из одного десятка и одной единицы. Следующее число 19. 19 у нас состоит из одного десятка и девяти единиц. Число 15. 15 состоит из одного десятка и пяти единиц. Число 14. 14 состоит из одного десятка и четырех единиц. Теперь выполним следующее задание. Эль-Хан задумал число. В этом числе одна единица. Количество единиц и десятков в этом числе равно. Какое же число задумал Эль-Хан? Давайте теперь подумаем, что нам известно, что число, которое задумал Эль-Хан, содержит в себе одну единицу, а число десятков равно числу единиц. Если в этом числе одна единица, значит и десяток тоже один. Какое число задумал Эль-Хан? Верно, число 11. Рассмотрим следующую задачу. Анар переложил яйца из корзины в коробку по 10 яиц. После того, как одна коробка заполнилась, осталось еще 6 яиц. Сколько яиц было в корзине? Давайте подумаем. У Анара коробка полностью заполнилась. А как мы видим, коробка вмещает 10 яиц. После того, как он наполнил коробку, у него осталось еще 6 яиц. А значит, сколько яиц было у Анара? Один десяток и шесть единиц. Верно, это число 16. Теперь откроем с вами рабочие тетради на страничке 74 и выполним несколько заданий. Раскрась столько кружочков, сколько мечей на рисунке. Раскрасив первые рамки все кружки, перейди во вторую рамку. Впиши в пустые клетки, сколько кружочков ты раскрасишь каждой рамки. Давайте посчитаем, сколько у нас мечей. Давайте посчитаем по три. Три, шесть, девять. Дальше можно по одному. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать мечей. Тринадцать мечей это один десяток и три единицы. Один десяток, значит первая наша десятичная рамочка будет закрашена полностью. И напишем сюда число десять. У нас осталось раскрасить еще три единички, то есть три кружочка. Раскрасим их во второй десятичной рамочке. Три кружочка и запишем число 3. На каком рисунке 15 палочек? Обведи его. Итак, посмотрим. На первом рисунке один десяток и три единицы. Это число 13. На втором рисунке один десяток и две единички. Это число 12. Следующий рисунок это один десяток и раз, два, три, четыре, пять. Пять единиц. Это число 15. Это то самое число, которое мы искали. Обведем. Соедини рамки с соответствующими им числами. Итак, в первой рамочке мы видим сколько кружочков? Десять и три. Один десяток, три единицы. Это число 13. Соединим. Во второй рамочке мы видим 10 и 7. Один десяток и семь единиц. Это число 17. В последней рамочке мы видим 10 кружочков и два. Один десяток и две единицы. Это число 12. Соединим. Впиши в пустые клетки количество кубиков. Как мы видим, вначале у нас располагаются 10 кубиков. То есть один десяток. А дальше раз, два, три, четыре, пять. Один десяток и пять единиц. Это число 15. Запишем. Один десяток и сколько единиц? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Один десяток и восемь единиц. Это число 18. На третьем рисунке мы видим два столбца в каждом по 10. Один десяток и еще один десяток. Два десятка. То есть число 20. На следующем рисунке один десяток и девять единиц. Это число 19. Ну и наконец на последнем рисунке один десяток и одна единичка. Это число 11. Запишем. Ну и в конце хочу вам дать следующее задание. В рабочих тетрадях на страничке 75 выполните оставшиеся задания. Ну а вам я желаю всего хорошего. И в конце хочу напомнить. Не забывайте, что в стране растет количество заболевших коронавирусом. И в связи с этим обязательно надо соблюдать правила гигиены. Тщательно мойте ручки. Обязательно надевайте маски. Старайтесь без необходимости не выходить на улицу. Соблюдайте расстояние в два метра. Оставайтесь дома. Будьте здоровы. До свидания. До новых встреч.